Магнитогорский Металлург не сумел продлить свою победную серию до 8 матчей. Домашняя игра против аутсайдера сезона Нижнекамского нефтехимика превратилась в настоящую голевую перестрелку, в которой чуть точнее оказались гости. О драматичном поединке с 11 забитыми шайбами наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В стартовом периоде хозяева перебросали гостей 14-4 и могли создать себе хороший задел в счете. Однако забили только однажды. После хорошего выхода из зоны и передачи Артема Зимчонка, Семен Кошелев показал, что будет делать пас, но бросил сам. Увы, развить успех Магнитогорца не смогли, а соперник здорово воспользовался одним из редких моментов. Павел Порядин активным прессингом заставил ошибиться Зимчонка, а Энтони Камара с острейшего угла послал шайбу под щитком Василия Кошечкина. Ключевым моментом стали два гола нижнекамцев в большинстве. Сначала Вячеслав Лещенко лихо переиграл Артема Минулина и забил. Более того, в том же эпизоде заработал еще одно численное преимущество. А всего через 96 секунд Йоанн Аветю точным броском отправил Василия Кошечкина на скамейку запасных. 1-3. Два гола в меньшинстве и совсем другая игра. 1-3, потом ты начинаешь, они встают в пятерон. И потом ты это преодолеваешь, преодолеваешь, преодолеваешь. Они выбрасывают, грамотно играют, по счету выкидывают и бегут в контратаку. Впечатляющий рывок Егора Коробкина с броском и быстрым походом на добивание быстро вернул разницу в одну шайбу. Но очередная контратака гостей на старте заключительного периода позволила Лещенко оформить дубль. Шансов спасти свою команду у Эдди Паскуале практически не было. Магнитогорцы вновь быстро отреагировали на неудачу. Андрей Чибисов классно сыграл у чужих ворот и стал главным творцом гола. Но автором шайбы признали вернувшегося из лазарета Архипа Николенко. В толчине на пятаке сумевшего подставить клюшку. Еще одна стремительная контратака удалась нефтехимику на экваторе периода. Янцель Галимов с завидной точностью бросил в верхний угол. 3-5. В третьем периоде, когда еще одну пропустили, мы пошли уже там ва-банк. Совсем уже там не хватило. Действительно, Металлург до последнего пытался спасти игру. Первый гол в форме магнитки защитника-новобранца Коди Керрена в расстановке 6 на 5 за 91 секунду до сирены стал достойным вознаграждением за старания. Но следующая попытка канадца обострить игру обернулась перехватом и Порядин отправил шайбу в пустые ворота. К чести хозяев они и теперь не бросили играть. И после отменного паса Кошелева Николенко оформил дубль. Однако до сирены оставалось всего 12 секунд и счет больше не изменился. 5-6. Выездную серию магнитагутцы откроют 4 октября матчем против трактора. Прямую трансляцию из Челябинска смотрите в нашем эфире во вторник в 18 часов 45 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.